Девушки отдыхают. 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 Отдайте люди, если люди не суток. Отдайте, они уже давно угрожают. Мы с деревьев, вверх, там готовься за бабку, потому что ходить не нужно. Как-то. Угнушайте мне сейчас. Давайте, я на вас. В диспансере, потому что находится на балансе видео охраны здоровья. И у нас на балансе не закрылся. Дерево, кто там болел, это в битш-конфетах он расскажет видео охраны здоровья. Мы никакого отношения до этого территории не маем. Наших проблем. Как вам кажется, Гринбокс-Пайкрацская улица Сумской Николай-Колешникова. И, конечно, наш парень. Скажите, пожалуйста, что вы сарабантованы подачи моря по Кунинскому и Сторожному? Да, это сейс-сор. Да, это сейс-сор. Да, это сейс-сор. Да, это сейс-ор. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Немножко, ну, если не понравится, значит отнесетесь к этому, как за счет тянуть. Вопрос первый. У нас подписан новый закон о том, что теперь будет коммерческий учет тепловой энергии и горячего холодного водоснабжения. В связи с принятием этого закона у нас изменяются границы размежевания ответственности между различными надомочами этой услуги. Если это раньше было там до дома, то теперь это до учета, до счетчика, скажем так. В связи с этим вопрос. Какая работа проведена управлением по перезаключению многосторонних договоров? И кто будет внести ответственность за какой участок тепловой трубы, трубодорящего холодного водоснабжения? Пересмотрены ли те договора, которые были заключены ранее? Многосторонние. Плюс к этому, в этом же контексте, это сегодня нужно провести такую работу в связи с введением нового закона. Но в связи с тем, что у нас созданы целый ряд ОСВБ, даже в рамках предыдущего закона должны были быть пересмотрены эти договора. И договора эти заключаются. В том числе и в обязательном порядке они могут быть двух, трех, четырехсторонними, но с участием управления жилищно-коммунального хозяйства. Какая работа проведена? На данный час, началась процедура, да, разработка этих договоров. На наступной неделе планируется нарада доступных овязков данного вопроса, так как было уже звернение и приватного предприятия, и звернение вывезда водоканалов. То есть работа распечатана, планируется, и не важно, не разобрать и подать на подписание. Вот я думаю, что я не могу, а работа распечатана в связи с тем, что свернулись приватные предприятия, или в связи с тем, что это закон, который пришел к этому закону. Добрый. Пытания наступны. Я очень хорошо помню, что у нас, когда проводился конкурс на то, кто будет вывозить мусор из города, город был определен одним плотом. И условия конкурса предусматривали, что вывоз мусора, не санкционированного с территории города, осуществляется победителем этого конкурса. Пожалуйста, озвучьте информацию. Сколько в этом году было ликвидировано несанкционированных свалок в городе и зачищу? У нас были уведомы за деньги ДТВ, то есть, как вывозить мусор, а сейчас вам не готовы ответить, потому что это вопрос не входило до порядка дневного. По большому счету, как это не входило? Это використание. Куда написано, Ирина Ивановна, вопрос, про контроль за оренду тихими деликописами. Не за оренду, а за використание. Ну, почитайте. И, смотрите, возины перед святами ДПВС приняло також на выруху. Искупив не готовы сейчас точно назвать. Вы не готовы сказать, сколько вывозится мусор и за чей счет вывозится мусор? За кошты ДПВС. Кладовищ было вывозено. Откуда, простите? Из всех кладовищ, так? Так, теперь пойдем дальше. Значит, в принципе, когда разрабатывался тариф на обслуживание домов и придомовых территорий, в 2008-м уроте, ну, ценное значение в этом уроте, ну, то еще где и зараз, да? Да. Там в том числе есть и уборка придомовой территории. Извечательно. Извечательно. Процесс, вы уже сказали, что так все у нас очень хорошо, красиво. 25 ОСББ у нас действует, да? Ну, насколько мне известно, договора на управление вы заключили, а оставили у себя на балансе эти дома. Договоров на управление по балансу у вас не существует на сегодняшний день. На сегодняшний день вам не была проведена работа, которая касается определения размера этой придомовой территории. Ну, как минимум, это должно быть по стандартам 3 метра. Вы передали ОСББ, ЖЭКИ или там частные эти предприятия уже не обслуживают. Что происходит в ОСББ, не ясно, но Амброзии зарос весь город. Просто зарос мокрой. А это очень опасно, это здоровье населения. Какая работа вам проделана в этом контексте? Моя инспекция, ясно, 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 ясно. В заключенном в 2008 году затраты заложены на тех людей, которые остались не ОСББ. Это первое. А во-вторых, вот скажите, пожалуйста, вот у нас вот здесь центральная часть убирает предприятие благоустрой. И сколько там заложено у нас средств на 200 метров центральной улицы? Остальные центральные улицы. Почему? Я не случайно задаю этот вопрос. Остальные улицы города, несанкционированные свалки, вывозят предприятие, которое вы назвали. А почему, в принципе, мы должны платить им, они расчеты соответствующие делают. А почему не проведена работа по вот этому розможеванию, передаче, укладыванию договорей и прибиранию на рейш-темниста, так, как это майнинг. Это целостный комплекс, это использование, это здоровье. Аренда и ваш доклад должен был заключаться не в том, что мы им отдали, они нам аренду платят. Кстати, думаю, что мало кто понял, о какой аренде сказал руководитель предприятия. Что имеется в виду? Аренда-то аренда, но основная сумма этих средств, это уходит налог на землю, который город потом платит району. Вот это, потому что прозвучала сумасшедшая цифра. Эта цифра, извините, этим предприятиям переходит в бюджет, а из бюджета в районный бюджет. Следующий вопрос, это, наверное, очень серьезный вопрос. Вы сейчас сказали, что депутаты городского совета приняли программу, они не приняли программу. У вас на сессии в восьмом месяце было принято решение о том, чтобы выделить 300 тысяч гибер. Не за десмены. Не за десмены. Не за десмены. Программы, социальные. Вот даже на другом круге. Значит, у вас, господинщик, шаново, дайте же я вам говори. Не примушайте на них запревыщивать голос. Я, мне не душа крикро, Наталья Ивановна, что стоите там вы. Я вас дуже поважаю, знаю. Вас выставили сьогодни просто, ну выставили и выставили, к сожалению. Мне вас здесь приезжали. Я просто хочу, чтобы члены громадской рады услышали эти вопросы. Не вы сегодня руководите управлением и не вынесете ответственность, но по крайней мере сейчас все члены громадской рады где-то отметят у себя, в своих общественных организациях, через средства массовой информации доведут реальный стан состояния вещей у нас в жилищно-коммунальном хозяйстве. Так вот, вы выделили 300 тысяч лидеров. По постановке Кабинета Министра Украины вы внесли мнение в программу и определили, что на ОСВВ даем 300 тысяч лидеров. Совершенно не вопрос. Еще с 92-го года это абсолютно позволительно и можно. Но на сегодняшний день в городе депутатами городского совета не принято никакого положения пропорядок выгорастания таких кошек. По какому критерию вы собираетесь отдавать эти деньги? Потому что у кого-то дом хуже, дом лучше. Критерии. Это, а депутаты это могут сделать только в том случае, если инициатор внесения про деньги внес положение соответствующее, когда депутаты оформят. А сейчас практически начальник управления, который подпишет какую-нибудь бумажку, сразу становится заложником работы его и сотрудничает со правоохранительными органами. Поэтому мое конкретное предложение немедленно внести. А вот почему он, кстати, уже станет, я вам еще раз говорю. Значит, постанова 92-го года разрешает из городского бюджета давать деньги на ОСВВ. Но вы уже дали деньги на ОСВВ на внесение изменений в систему диспетчеризации, связанную с лифтами, по 8000 гривен. Сейчас я вам, уважаемая, объясню, что, значит, кстати, на обслуживание этой системы, их две в городе, они централизованы и находятся на балансе управления. И они входят в целостные имущественные комплексы, которые переданы на обслуживание, но находятся у вас на балансе. Так вот, тариф заложен для всех людей на обслуживание этих систем. Вы выделили по 8000 гривен. Не вопрос, это можно сделать. Но вы разрушили, во-первых, тут нужно теперь разбираться правоохранительным органом. Почему? Потому что в 2015 году у вас принято, у нас в городе принято депутатами программа по капитальному ремонту и замене лифтов. Никаких изменений в эту программу с 2015 года вы не вносили, вмешались в систему диспетчеризации. Что давала система диспетчеризации? Все дома многоэтажные были связаны с диспетчерской. И через эту систему, которая технически связана именно с лифтовым хозяйством, координировалась информация о всех аварийных ситуациях в доме, не только о работах лифтов. Вы нарушили эту систему, те, кто ушел в ОСББ, благодаря вашим выданным деньгам, незаконно выданным деньгам, имеют возможность связаться с обслуживающей организацией в Полтане, а те люди, которые остались на обслуживании вот в ЖЭКах, такой возможности сообщить о том, что у них воду прорвало в доме, горячая там трубу с теплом прорвало, нет. Вы разделиваете эту систему абсолютно незаконно. Я понимаю, что вы ответить на это не можете. То есть это абсолютно нецелевое использование средств. Во-первых, жалко, что ушел начальник финансового управления. Это уголовная ответственность. И плюс к этому люди, которые остались в домах, вот в этих домах, которые обслуживаются тремя предприятиями, возможности связаться по любой аварийной ситуации ни с кем не могут. Вот это ваш контроль за использованием целостных и пушечных комплексов. У меня еще один вопрос. Вот мы очень часто с вами видим, фонтанирует вода, да, в городе, прорвало. Правильно? Ирина, я не знаю, что я не знаю, что это не будет в предыдущем. А что человек может ответить? Работа проведена, проведена. Деньги потрачены, потрачены. Системы разрушены, разрушены. Системы разрушены, разрушены. Значит, у вас что-то дверь не будет. На этот вопрос ни 100 ответа не даст. Вот они сидят, они понимают, о чем я говорю. Правильно я говорю? Вот они просто понимают, что я сейчас доношу их в беду. Плюс к тому, что я уже не говорю, что в тарифе заложено для жильцов этих домов, они платят за это. Платят за систему РДС, а не в тарифе есть. Дальше. Ладно. Про воду, которая фонтанирует, мне просто интересно. Вот хотя бы раз. В связи с тем, что проводились аварийные работы по канализационным системам. Хотя бы раз, где-то, случайно, вы, как организация, которая громадо поручила контролировать. Ну, кто это там разговаривает? Неудобно же говорить. Вот человек не получает услугу. Если он не получает услугу по воде канализации там 5-6 часов, ему в течение... Ну, тариф должны будут пересчитать. Хоть раз. Скажите, пожалуйста. Выполнена такая работа у вас? Хоть раз вы подняли вопрос перед организацией о том, что тариф пересчитаете людям? Ну, все же, я прошу и скажу. Нет, такая работа не проводится. И теперь такой вопрос, я думаю, что, уважаемые, вы знаете, наше здоровье подвергает очень большой опасности. Когда его подвергали в советское время и прокладывали нам здесь трубы, эти вот, азбестные, водяные, ладно, бог с ним, с нами в советское время все что угодно делали, но потом их перекладывали. Ну, совершенно неприложный факт, я думаю, что все вы знаете, информация наступная, есть решение суда. Да, у нас получилось, когда делался капитальный ремонт системы водоснабжения по улице Батюка, часть денег управление благополучника отправило на дом, чтобы построить новую систему для улицы Мишельчина. И, мало того, что это нецелевое использование доказано в суде, но меня интересует такой вопрос. В суде выяснилось, что там были использованы бэушные трубы. Вот есть улица Мишельчина. А дети трубы взяли. И почему за счет вот каждого из нас, мы налогоплательщики, в ближайшее время, когда это бэушное, наказание там в управлении начальник понес. Это можно посмотреть, пожалуйста, информация открыта, смотрите на сайте. Но мы все с вами налогоплательщики. Эта труба просядет, промоется, и мы будем перекладывать за наш счет. Во-первых, это новое то, что делается. А во-вторых, где эту трубу взяли? Может быть, это САУБР какая-то труба или еще что-то. Вот мне очень, я не шиву так, я не представляю интересы этой улицы. Я просто просмотрела мать мяулю. Вы не можете ответить. Вы не можете ответить. Просто интересует, вы сказали, что там положена труба для воды. Там положена труба для лепридной талок до дочевой пулы. По баку-ка мишечнице. Ну хорошо, народ здорово. Только вы мне скажите, когда это бушная труба на улице, вы будете за это платить? Или вы с бюджета? У нас есть грабель, в каком заложена гарантия. Вы уже суду рассказали, что вы грабались, вам штраф написали. Поэтому ответ ваш совершенно здесь не нужен. Вы задали вопросы, я вам отвечаю. Я не задала вопросы, я хотела, чтобы люди почули. Я отправлю ей сегодня управление. Клинтога, основной и главный вопрос. Если я не оживаю, то реконструю. Это реорганизация у вас прошла в прошлом году. Так вот самое главное. У нас есть в городе новое управление. Место управления жилищно-коммунального хозяйства. У нас есть управление капитального будильництва и так далее и тому подобное. И в тот день, когда вы приступили к своим новым обязанностям, вы должны были пересмотреть абсолютно все договора до единого. Ранние, заключенные управлением ЖКХ. Вот тут вот Игорь Шарай сидит, который работал главой администрации, знает это. Вот здесь депутаты сидят, которые знают это. А вы год этого не сделали. Вот у меня вопросов таких очень и очень много. Я думаю, что нам, я предлагаю сегодня в Громадской Раде принятие доведом о том, что нам рассказали. По-перше. По-друге. Не, я уже больше стараюсь не розвит. Я уже, я вошу пропозицию и на том заканчиваю. Потому что вопросов у меня очень много. Так вот, у меня есть пропозиция. Когда мы будем голосовать, доведем информацию взятую. Но обязательно обратиться к депутатам МИСКОЙ Рады что до визнания работы в зазначенном управлении абсолютно неэффективной. Розглянути питание щодо привлекательского управления. И в обовязковом порядке звернуться от имени Громады до правоохоронных органов. Стосовно того, что сделали с двумя системами ОДС. Это нецельное використание коштей. И стосовно того, что внесли пропозицию про використание 300 тысяч гривен, не маючи появляться використания этих коштей. Дякую. 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 Максим. У нас находятся люди, кто? Людина, спасибо. Я чую. Дело в том, что вы начинали правительство рады. Я прошу изводы на данное слово. У нас в России есть депутаты, которые просить слово. И я не знаю, что его родители. Вы послушайте вопросы. Да, вы послушайте вопросы. Вы получите вопросы. Вы получите вопросы. У нас есть предсказание целесообразных в Крымном комплексе. Пожалуйста. Давайте проголосуемо. Она пошла. Голосимы. За. Значит, у нас с Роками немає гарячих людей. Арбийская страна, в инфраструктуре, не имеет никакой водки. Как только переходить на эту рубину, как энергия, и только много води не имеет. Значит, каждый день возвращается на здуре, не имеет цикуляции. Глубка нам рассказывает, что мы мало раз ходим водой, и через это она подойдет. И целью меня открывает вклад в воду. Значит, мы на территории. Каждый день скажем, кто хочет. В том улице, в домене Литаркова попало. Значит, мы же в большом обмене. Вот деревья пишет... О, это деревья. Чего же немало деревья? А в домене попало в Литаркову. Вот именем святку, я на этом написала вопрос. Значит, начальник предупреждения красавица и... Значит, чого нет? Причина отсутствия циркуляции. И циркуляция горячей воды отсутствия. И циркуляция горячей воды отсутствия с годом в эксплуатации живого дома. И это то, что можно рассказать на месяца 4 лет. Значит, Укра... Украфы и ЖВДА в своем районе спинулся в решение В решении вопроса с преподавания там, в том числе, в том числе, циркуляции горячей воды. Значит, это... Значит, это... Дай мне... Дай мне сказать, что... Вы мне поняснили, если вы садоводитесь, сколько человек читает... Что вы послушаете? То есть там... Что вы не конкретно? Что вы говорите? Я concrete честно купила? В чем вы江 compartment закрали��의 vergilles.. Молодой, что вы görarme… Здесь нет парней, а потом taxные вопросы. В общем имHope... Я прямо как вы такOST ZI bra Taойто. Оказывается в Китайской ок wohl años. Мы кудаśmymicали на Китайской четвергах в России, зачем им прилиматься... Что его они отправили нам. Мы снова сид cochлами, в интернете. Мы уехали все это, что warenRB мировым, Мы не подписываем ей ответ, подписываем ей ответ. Я не знаю, что я не знаю. И с момента оборудования этих детей система цепуляции с этой тематрой не была предупреждена. Паша Дмитриевна, наверное, наедайся. При формировании бюджета на этот год мы просили деньги депутат и вузской районе, но нам эти деньги не выгодно. Вы на левой направлении тратите эти дочери. Продолжение следует. Еще, если я имею в виду про дерева. Буква Туни. Я ходил на этот день, бываю в городском городском городе. Туни. По цей планетной версии. Пять лет назад засохнули. Живки, что они засохнули, они выросли. Они не скрыли дерева там, стояли. Вы возвращались к нашему? До кого? А тут вертаться. Ну, кому нет? Кто-нибудь подходит дальше? Вам отказали решение в жильцах? А почему вы спали? А в каком? Где? Можешь почти почти? Не скопать. А я думаю, что у нас есть два. Здесь два. А за этот канал тут динструкция? А тут все, да? Так, у него и пункции. А если там порядок. Там на дорогу, доверясь от них. Так что можно и пассивии с трамвая. Не надо сблить. Ваши родители, я не хочу. Суспожи, я не хочу. Суспожи, если вы не доносите, то это до нашего порядка нет. Я вам предлагаю действовать, но нет, вам пора попробовать. Подождите, это до них не сло. Я думаю, что проблема сейчас не может. А не обращаться в жильцах? Я не могу сейчас про федерирование. Суспожи, что у нас отвечают. Я не могу сказать, я не могла снять его раньше, чтобы я не могу сказать, что это что-то. Так, еще ты так. Депутат у нас говорила на моем государстве. Я просто тогда была в тему. Наталья Ивановна сказала. А, да, мне что-то было. Скажи, она просто. Судин Наталья Ивановна сказала, что насчет води, что НКВЕ затеживает НКВ, сейчас же затеживают митаревку. Они в последний день затеживали тарифы. Тогда они передали нам, я так понимаю, повноважение. Правда, потому что передали иди на места, а эти повноважения передали в государство. Зміни до Закону Украины про житово-коммунальну и пенсионное саморетование нам не внесены. И кто теперь будет затеживать наши тарифы? Ну, мы на ТЕЦ и ВТО Канал перейднулися до ГУГОГО, до КМО. Коммунального управления администрацией, и, конечно, он написал, что эти повнуважения устанавливаются на органы силового самовернувания. Но на законодательном инъекции это конечно не решено. Сейчас получается вообще никто не может заказать сейчас. Инкарея отказалась, но мы их скасовали, а мы не можем. Хорошо. Отлично. И еще вопрос. Закищаем. Пропозиции. Мы приступаем к пропозиции. Пропозиции про сначала. Я хочу приглашать в наше решение по данному октябрю. Доповедь Кирилляка Управления депутатами, точнее того, кого прислали нам, считать предварительной, но не предварительной, не соответствующей заданным вопросам, неподготовленной. Обратиться к депутатам с предложениями, которые принесла Ирина Ивановна к депутатскому корпусу, а также обратиться к депутатам с рекомендацией о принятии мер по анализу существующих договоров на аренду целостных майновых комплексов в плане соответствия, в плане их выполнения. То есть провести ревизию данных договоров и попытаться происходить для выполнения условий. То есть обратите внимание, чтобы, так как Ирина Ивановна сказала, начали с изучения. То есть депутаты из-за конкурса рекомендовать, также это в вестном голове, значит, дать распоряжение на анализ этого ворота и на мероприятие исполнения и соответствия тарифам и позже планам. И также, учитывая, что данные вопросы стратегические, в частности, постачание воды, водоотведение и утилизация на полигоне, я бы, не знаю, как правильно спорвозировать, предложил бы депутатскому блоку в вестном голове рассмотреть вопросы о возможности расторжения договоров данных и перевода это на коммунальные предприятия города. Я думаю, там существует достаточное нарушение, в результате инвентаризации, я думаю, достаточного нарушения будет найдено, которое позволит судебном порядке расторгать. Возможно, мы не согласны, я рекомендую это предложить, поскольку мы видим, что арендаторам они используются крайне неэффективно, это раз, такое, в связи с тем, что тарифы утверждались от КРЭ, они вынуждают нас нести затраты, тоже на асфальтирование, на устранение аварий, на какие-то канализационные коллекторы, это предприятие у кого-то. Я думаю, что нам нужно эти комплексы возвращать в собственность громады, то есть принять какие-то меры, найти нарушения возможные, в случае наличия их расторженных, в случае отсутствия, значит, по крайней мере, у нас уже через год, через год у нас заканчивается срок полигона, мы его можем дальше не сдавать. И вообще, нужно хотя бы, чтобы депутаты понимали, что мы это будем в любом случае возвращать, все было управление громадным. Я прошу прощения, я просто, ну, в силу того, что как бы я работала, вы говорите, что провести. У меня нет, я даже вопросов таких не задаю, я абсолютно уверена в том, что ежегодно в соответствии с законодательством управления жилищно-коммунального хозяйства выезжает и делает инвентаризацию всего того, что по этим целостным имущественным комплексам передано в аренду этим предприятиям. Более, у меня, например, другой вопрос. Вначале Наталья Ивановна начала рассказывать нам о том, что была утверждена там инвестиционная программа, и там делается то-то, то-то и то-то. У меня сердце екнуло совершенно в другом плане. За чей счет выполняется эта программа? И участвует ли город своими средствами в реализации этой программы? Потому что если делается это только за счет этого предприятия, и покупается какое-то оборудование, еще что-то, еще что-то, это приведет к тому, что фактически количество нашего имущества там критически сократится, а количество имущества, приобретенного за счет предприятия, уже будет достаточно большим, для того, чтобы мы вообще реально потеряли контроль над этим предприятием. Мне интересно, какие... Мне вот, опять же, управление... Управление не сказало, вообще я не услышала, я думаю, что и вы не услышали, сколько денег и под какие конкретные программы было выделено для этих наших коммунальных предприятий. Наши деньги! Управление точно стоит в силу. Алексей Семенович, может быть, что-то хотелось сказать, поскольку... Зачем? Я думаю, что мы ее... Акцентричи, у нас вообще... Вот это припосли, если за нас уже намного срок, данного программа, что она будет на 10 лет в день. Я времени немного у вас не займу, но минут пять мы будем занять, потому как. Мы должны принимать систему формирования на ТАЛИФ. Да, действительно, наш ТАЛИФ формировал ОНКОНЕ, но вы должны понимать и знать, он сформирован с рентабельностью НО. Никакого предвыкта, закрыты там нет. Абсолютно нет. На вычету мы еще 20% того, что мы просили, асфальт, ремонт сетей. Это свидетель замена. Был, когда это все принято. Асфальт у вас не появился, или вы асфальтировали? Или вы бы дальше не асфальтировали, а это поскольку... Вы понимаете, что такое пребуток, если это заблуджено в ослахе, да, в корнике 200 тысяч, я не знаю, 100 тысяч, мы просили 200 тысяч. А мы не асфальтировали. Да, это было бы невыполнение статьи расходов определенного тарифа. Понимаете? Но если его нет, то мы делаем, если эту работу, а это на Грандовского, на Армейского, это идет в крово и выигрыш. Это все. И никакой... Нет, то, что вы говорите, город ремонтирует эти значки, какие-то, тормесные... Там, в колледже, тысячу 150 метров. Какой текущий ремонт? О чем вы говорите? Вы понимаете, о чем вы говорите вообще? Или просто я могу плачу, ой, слава. Вот я могу плачу, вот это мы стараемся сделать. А там пять лет, он не валялся. Труба нарушена, она... Это все доказано, и мы сами люди. Зачем помогать вам в меценарстве? Вы мне получаете пример. Несете убытки, платите, платите городу, я догадываю, что платите, это наша работа, вы должны этим заниматься. Это вы, кто-то без меценарства, а мы доверяемся, да, мы получили убиток 80 тысяч на... И это на Красноярске... Да, вы людей должны получать... Да, мы не получаем. Нет, зачем? Нам коммерческое предприятие говорит, что оно убыточное, нет. Сделайте лучше всем, не тратьте деньги, отдайте нам имущественный комплекс, подпишите договор, отдаем вам, и идите, не тратьте деньги. А что вы будете с ним делать? Мы уже не будем заниматься, мы всегда... Мы уже будем знать, что мы должны вкладывать, то, что мы Алексею уговорим, что нельзя лошать дороги на непромененные трубы. Мы-то нам будем знать, что мы управляем, и мы должны прийти к депутатам и сказать, что, ребята, пора вкладывать деньги. Замедович там денег не может, он будет доить, пока все сходы, как он говорит, не рухнут. Ну, и знаете, что я бы попросила быть корректной, потому что Алексей Семенович является руководителем достаточно эффективным. И прибыль этих предприятий снабирается не только из использования целостных имущественных комплексов. И свои убытки, я это вам и сказала, вы просто не услышали, убытки от эксплуатации нашего комплекса, они покрывают за счет прибыли, полученной по другим работе, по другим направлениям... Я вам расскажу, как они получают клипы. Они писывают вага-дарима, подождите, вы мне сказали, что-то что-то есть. Они писывают на ножку машин, потом это вода, везется, моется на лутыщах, неизвестно чем, а потом, загрязненная, выливается на полигон, зараженная сывороткой, да и так далее. А вам пишут, грустно, что он купил водичку чистую, Семенович, не надо, не смотрели. Они нам рассказывают, что у них крошечные пензобаки на машинах там, какие-то существуют, вот такие баллоны, где висят. Мы уже посмотрели вот это, вот эти вот сказки,